здравствуйте дорогие зрители канала бассета с вами андрей романов он же крит и сегодня совместно с бассетом я рад представить вам билды за терранов матчапе начнем с матчапа твп так называемый билд инновейшена сейчас очень популярный билд текущей метео и вот игры практически все терроры билд очень стандартный и позволяет отбиваться реагировать практически на любые стратегии протаса так а теперь продолжим разговор об этом билде уже с моими комментариями с комментариями бассета здесь у нас респауниться на карте фемерон крит астрея американский протас в другом углу давайте отмотаем опеник у нас в принципе стандартный и особенности этого билда является то что разведка ксм к не делается дан особенно на больших картах то есть разведка идет только рипером это позволяет поставить cc немножко быстрее и получить экономическое преимущество и более хороший тайминг в дальнейшем а то есть вот у нас идет рипер пробочка тут немножко мешает поставить cc все равно идет у нас примерно на 1 40 чуть раньше и рипер дальше летит сразу через карту смотрит что есть у протаса смотрим и даже сторон марпехов ну то есть стандартный терновский билд factory и 2 газ идут примерно на 215 то есть здесь в этом билде очень важно обращать внимание именно на тайминге и делать как можно более оптимальными быстрыми потому что у нас будет все зависит от первого выхода который должен нанести неплохой уровень протаса и от еще других элементов игры харасса и так далее рипера мы стараемся провести полную разведку да то есть смотрим что у протаса было то есть когда была кибернетка когда был адепт да то есть если кибернетка была до nexus то здесь у нас будут небольшие проблемки с cc потому что протас будет пытаться ее отбить в таком случае нужно будет поставить бункер сколько я знаю обычно это самая метовая тема для терминов да потому что если протас будет давить с первого гейта с адептом сталкером то тернов практически будет очень тяжело вернуться в игру если cc будет сильно задержана репером же мы проверяем все что есть у протаса какие технологии и при этом стараемся его здесь не потерять потому что нам нужен дальнейшем для разведки то есть не разминиваем его на пробок если только пробки совсем уже сами нам не отдаются стараемся посмотреть спрятать проверить технологии и в дальнейшем смотреть за таймингом третьего nexus а потому что это поможет нам принять дальнейшие решения макро на то здесь у нас идет бункер потому что гейт был рано и тут бустился stalker stalker кстати вышел здесь не туда ну что сриколить забавный момент вот и адепт конечно идет через карту немножко напрячь тирана но тут все готово из завода сразу строятся минки то есть здесь у нас идет реактор на бараках и завод делает минки они помогут нам случае арак какого-нибудь да то есть и принципе минки неплохо защищают от всего до появления первых серьезных био юнитов до большого количества starport сам собой и минка обычно закапывается здесь потому что но это самая очевидная цель для оракла да то есть но можно конечно поэкспериментировать закапать где-нибудь по траектории движения но это довольно сложно предугадать потому что да вы можете убить ораку где-нибудь здесь если он будет лететь и минка будет спрятана вот около этой трубы с другой стороны он также может просто ее облететь и попасть в миральную экономику и закончить игру на этом поэтому минка лучше закапывать минералах или рядом где-нибудь с cc здесь у нас морпехи и бункер естественно продолжаем строить ксм добавляем морпехов также и ждем старпорт в процессе временем действует блинк это в принципе не а лин это просто для создания некоторого давления но на этот счет у нас тоже есть минки которых мы можем поставить вот сюда да и они будут прекрасно защищать нас от сталкеров и от всего что просто может быть если даже от ораков которых в этой игре нет вот и сразу мы делаем первым делом медваг чтобы эти минки в случае чего дроп на потому что просто сможет быть более пассивным зато мы можем эти минки кое-как использовать попробовать нахарасить убить ему экономику и все в этом духе то есть стараемся открывать для себя так скажем так новые возможности продолжаем строить морпехов вообще без остановки это очень важно и вот на четвертой минуте мы наконец и добавляем два барака да обратите внимание на нашу экономику у нас всего 30 ксм там улы естественно бросаются как только есть мана и 2 газ этого достаточно минки мы всего делаем три штуки я думаю здесь можно было еще наверное выжать даже четвертую вот чуть заметить лабораторию но сделать и четвертую минку но крит в данном случае решил иначе и медваг отправляется на дроп то есть а мы продолжаем на то делаем естественно лабораторию на космопорте лабораторию на заводе чтобы потом поставить сразу эти пристройки к баракам и без остановки мы делаем конечно морпехов и где-то на 4 10 у нас идет также первая инженерка для апгрейда то есть это довольно легкий стиль игры потому что мы почти все время играем только от обороны то есть у нас есть немножко разведки репером да который должен увидеть этот nexus в идеале если получилось репера спасти и спрятать вот и мы просто отстраиваем юнитов на двух базах то есть здесь не нужен какой-то сильный мультитаск какой-то что-то такое это прекрасно подойдет новичку да то есть при этом билд очень надежный позволяет отбиваться от любой агрессии здесь мы летим стараемся на харассить сбросить минки кидаем естественно в пробок закапываем даже если ничего не получится убить это не так страшно на то есть данном случае криду удалось убить 6 пробок это неплохо надо сказать это какой-никакой урон это важно заказываем и плюс один на атаку вот пересаживаем бараки на 2 этих лавы и делаем щиты и стимпак соответственно здесь у нас два реактора продолжаем строить минки и добавляем медваки да газ у нас уже идет на 530 этот газ у нас был где-то полный четвертой минуте давайте проверим еще раз на 4 этот газ у нас на 450 и еще один газ у нас на 530 на то есть принципе можно сказать что добавляются такой периодичностью в минуту давайте помотаем продолжаем строить конечно же соплайки но кидаем только мулов то есть никаких сканов по возможности не делаем у нас разведка боем то есть или рипером или вот этим дропом минок смотрим от чего отталкиваться случае какого-нибудь такого блинка сталкеров мы конечно уже должны отбиваться потому что у нас уже есть мародеры которые строятся с барака у нас есть и минки которые можно расположить было здесь где-нибудь да то есть они просто чуть-чуть не успели выйти из факты все средства для обороны у нас имеются не бункер естественно у нас стоит позиции мы его отменим немножко попозже демонтируем таким образом обращаем внимание на тайминги да то есть вот у нас седьмой минуте у нас начинается выехать то есть когда уже есть два минута к еще два у нас заказе то есть вот когда уже мы можем пио идти в пуш да когда у нас уже есть какая-то ударная сила и собственно когда у нас заканчивается стимпак да это самое главное здесь стимпак и вот то есть получается 100 лимита на 640 примерно да там плюс-минус у протаса будет около 90 лимита в данном случае астрея играет в очень быструю третью в 2 фаржи но для нас это даже на руку в таком случае да если протас халявит потому что мы можем подстроиться соответствующим то есть у нас довольно сильный тайминг получается у нас нет третьего cc вот и если протас играется без колоссов если он играет с ранней третьей базы нам это очень выгодно наоборот да не забываем также про фугасы и добавляем после первого атак первого апгрейда на дальнюю атаку добавляем конечно же броню и вот только сейчас на 7 минуте мы ставим 3 cc можно поставить его прямо на локации потому что все равно скорее всего все силы протаса будут дома он будет обороняться и мы продолжаем дотекать через карту продолжаем по ралли поинтом ставить нашу армию и атакуем стараемся так чтобы минки конечно сделали самые лучшие залпы нет постараться нужно не потратить их на сталкеров которые могут уйти из блинка да вот с тем патчемся и вступаем сражение как правило нас будет чуть больше стараемся тоже не попасть под филды сделать пошире фронт фокусить возможно даже пилона можно было здесь и фотонку в начале да не теряем слишком много в идеале как бы минки должны стрелять именно по имморталам по центре сталкеры не приоритетная цель минками можно немножко домик ревать выкапывать и закапывать забывайте сны вот таким образом многих процессов можно довольно легко пробить то есть у нас на самом деле здесь не очень даже микро зависимая армия главное это закопать мины удачно и около мин продолжать вести сражение продолжать напрягать протаса да потому что рано или поздно протас будет вынужден как-то атаковать вот и именно от выстрелов мин многое зависит что если выстрелы хорошие то результат у нас тоже будет прекрасно потому что будет сплэш хороший и мы сможем нормально разменяться старайтесь только так чтобы минки не стреляли по своим да вот как здесь не взрывали собственными 2 иначе конечно они послужат больше для протаса чем для вас в общем то переход из этого билда достаточно простой если вдруг мы не смогли здесь нанести большой урон мы также продолжаем играть макро добавляем ксм окна третью добавляем бараки и естественно делаем арсенал я думаю вторую даже нужно сделать инженерку два-два апгрейды и и дальше играем стандартная макро в целом это довольно сильный выход сильный пуш и вас должно хватить на большинство протасов которых вы встретите на ладере потому что билд очень простой и я думаю каждый может ему научиться теперь поговорим о плюсах и минусах этого билда с плюсов это конечно что он довольно просто в исполнении то есть вы почти все время следите за своей базой немножко разведуете чуть-чуть харассите он очень хорош против против протасов которые играют в раннюю третью базу которые много халявят делают апгрейды рано и не добавляют технологичных юнитов в то же время это очень слабый опеник против сталкера колоссов в таком случае вам нужно будет переходить или в макро и пытаться разводить оппонент на мультитаск доживать до либераторов или же идти в пул ксм ок ну и нужно ни в коем случае не попытаться по блоки и очень тщательно исполнять тайминги приходить именно в тот момент когда у протаса еще нет до варпа еще нет большой армии на потому что это очень важно и спасибо вам за просмотр этого видео как всегда с вами был бассет подписывайтесь на мои ссылки не забывайте вступать дискорд ставить лайки пишите кого хотите видеть следующий раз на моем канале и также не забудьте подписаться на социальные сети крида ему огромное спасибо за помощь сегодня обязательно сделайте это если вам нравится мой канал подпишитесь на его twitter на его твич он тоже активно стримит всем спасибо всем хороших игр